ну давайте смотреть здесь мне понадобится платочек еще больше и как мне кажется он даже будет больше чем вот этот разноцветный с солнцем и с конем сейчас я их сравню между собой для того чтобы он еще больше и он больше аж еще на сантиметров 10-15 то есть я его сейчас не буду раскручивать то что все равно опять закручивать итак у меня большой платок вот даже вот здесь не помещается целиком но если в два раза сложить то вот такое расстояние получается вот если сложить его вдоль стороны в два раза вот длина плеч получается чтобы вы могли как-то сопоставить с тем что у вас есть и так как нам из вот такого квадратного шелкой по шелковой поверхности платочка получить вот такие замечательные розы как вырастить благодарю вот намек уже вы наверное поняли да мы свернули его кстати здесь вот я в тот раз сворачивала и обратил внимание что розы получается гораздо лучше если вы ровно сворачиваете то есть если у вас будет скажем так вот такого настроек вот если у вас не скачет внутренняя часть далеко или наоборот не вылезет наружу то есть вы свернули у вас в принципе уже как таковой полуфабрикат есть теперь возникает вопрос как вот это все вместе соединить и оформить способ достаточно простой вспоминаю нам проще на одной розе завязать узелок чем завязывать узел между двумя вот этими розами которые достаточно ну плотные уже получается потому что платок большой он еще такой шелковистый и так я завязала на одном вот она наша роза которую мы потом в дальнейшем я вам покажу как мы расправим ее оформим он действительно будет все больше и больше похоже на розу но пока это всего лишь край платка вот этот край платочка мы завязали узелочком теперь ваша задача сделать узелочек не настолько тугим чтобы вы могли протащить туда и второй ну здесь гораздо интереснее будет если вы в противоположных направлениях вытащить потому что вытащите рядом они у вас как бы будут не будет вот такого интересного эффекта как здесь на иллюстрации давайте попробуем немножечко ослабляете хвостик узелок если вы завязали очень туго его и не вытаскивая предыдущие розы так я уже затягивать начинаю потому что у меня уже роза прошла вот у меня получается вот такой вариант если у вас платочек легкий вам будет легче вот такой вариант у меня получился теперь наша задача из вот этих полуфабрикатов создать розовые бутоны они получаются вариант как сказать каким способом тем что мы немножечко расправляем эту розу конечно не может остаться бутон но уже она будет гораздо мягче будет особенно если ткань шелковым атласным таким блеском то конечно же роза будет выглядеть богато и очень интересно далее вы расправляете и у вас получается вот такое интересная композиция из роз это может быть и оформление платья это может быть какая-то вот деталь если вы хотите романтики добавить образом но чувствуете что пока пока не хватает вот может быть этот может быть даже достаточно простое платье но вы можете добавить к нему соответственно такой аксессуар можно закрепить можно оставить как есть если платок вы возьмете длиннее тогда я вам покажу еще один и ткань будет более тонкая я вам покажу еще один способ как тоже можно сделать розы это уже моя личная доработка была итак я развязываю думаю что вопросов нет узелок розы расправили сейчас я продемонстрирую какие они у нас тут получились вот такая вот розочка замечательная вот это значит я вам покажу дополнительный способ на тот случай если ткань будет достаточно тонкая чтобы выдержать еще один момент мне долгое время не очень нравилось думаю здесь вот шов все-таки проходит по краю то есть ну как бы от этого избавиться и перед тем как скручивать ваш платок в такой рулик вы берете и во внутренний край немножко загибаясь попробуйте сейчас сделать просто розу даже не обязательно завязывать если у вас платок такой плотный значит вот я брала и сантиметров 5-10 я вот где-то внутрь заворачивала после этого уже я скручивала сам платок сейчас я вам покажу эту розу и получала вообще великолепный результат получала розу еще более мягкую потому что здесь на нету шва а здесь есть сгиб скажем атласного атласной поверхности и роза получалась еще более нежная вот такой вариант с клиентами мы когда брали мы просто напросто фиксировали его на допустим брошку какой-то и вот эти розы они очень хорошо эффектно оформляли делали образ более женственным вот такой способ если вы чувствуете что вам хочется еще мягче это вот для женщин такого как сказать взрослых элегантных где будет может быть не очень аккуратно если роза будет состоять вот из этого этого оберложенного в этого контура и так ну я думаю с розы все понятно едем дальше то есть вот это сейчас